всем привет дорогие друзья своя мастерская мастерок давайте посмотрим все запаковано со всех сторон и будем с вами распаковывать посылочку и как всегда по традиции я вам рассказываю судьбу этой посылки так жесткий диск упакован плохо мало пупырки мало этой всей пенопласт а в общем смотрите история диска какая есть один мастер зовут владимир из ужгорода он порекомендовал человеку данный жесткий диск подключать переподключать 20-30 раз к ряду но вот хорошо что его хотя бы не вскрывали давайте сразу скажу что не так с владимиром возьмите просто лампочку и начните ее включать переподключать 20-30-50 раз на каком разе она у вас перегорит эта техника особенно техника приболевшая значит собственно у человека жесткий диск перестал определяться в ноутбуке и человеку нужно отсюда информация так вот повторюсь в очередной раз что в таком случае каждый запуск жесткого диска может быть последним то есть нужно осознавать что вы делаете как вы делаете а не вредить таким включение выключение это только может навредить диску но никак не помочь восстановить информацию сейчас мы посмотрим что тут вообще делалось туша судя по винтам и вот тут тоже мучили не один раз вскрывали и мне вот всегда вот интересно по винтикам как так можно их открывать но есть отвертки да с определенным размером и то есть ну у меня три набора отверток есть конечно любимая тверточки типа вот такой но она должна заходить плотно и откручивать винтик а слизанные винты признак того что подобрана битка неправильно так начнем мы с визуального осмотра видно что его чем-то протирали запаха нету но видно давайте сейчас покажу поближе видите сейчас пальцем протру вот потеки какие-то маслянистые вот маслянистые вот маслянистые надеюсь вам видно ну вот на свет невооруженным глазом и и собственно вся плата вся плата вот она как не знаю чем-то как под залитая что ли в общем после такого конечно может быть из-за коррозии или чего-то вот тоже хорошо видно то есть не знаю что с ним делали сейчас позвоню человеку уточню ну то что в первую очередь нужно нужно узнать что делали с жестким диском и почему он весь залитый если вы просто чистили это хорошо хотя зачем чистили может быть от перепайки что-то тут меняли 2505 до сразу скажу что здесь процессор идет это у нас память и это у нас контроллер питания вот так вот то есть не путайте в общем ладно давайте сейчас а вот флешка у нас наша памятью 25 серии здесь видно да вот я сейчас позвоню узнаю и продолжим ну и собственно вот друзья к чему приводит наше щелканье которое посоветовал мастер клиенту и сам со слов клиента раз 30 его включал выключал вот значит стандартно зарезервирована системой 100 мегабайт это у нас с виндой с программами 63 с половиной гигабайта тут все ровненько тут видно что и информация есть информация нет и основной наш раздел который показывается что занят на все сто процентов но и файловая система ntfs казалось бы все нормально но я еще за свой опыт не встречал стопроцентно забитых жестких дисков информации поэтому смею предположить что тут все плохо потому что слетела файловая система и ходе отображается ntfs но что-то с ним не так и проводник нам это и показывает что наш диск и полностью полностью чистенький девственный и пустой что дальше мы с вами можем сделать все зависит от состояния жесткого диска если жесткий диск нормально работает не забыдованный хорошем состоянии это все лечится но так как у нас смотрите как работает жесткий диск не переставая на все сто процентов и это он не ищет файлы вы не думать это он в простое так работает это свидетельствует об отказе головок и еще представьте к отказу головок вот ну предположим да у вас рак ног до гангрены а вам врач советует бегать горит бегайте прыгайте вам будет получше и вы бегаете прыгаете а вам становится все хуже и хуже так и тут не устаю напоминать что каждый запуск жесткого диска может быть последним и в моих видеороликах вы постоянно видите что я в первую очередь проверяю питание когда подозреваю питание чищу контакты вообще проверяю диск визуально перед включением и дальше я уже стараюсь если я уже включил диск стараюсь сделать все чтобы этот жесткий диск отдал информацию которую мне нужно посредством там ттл или посредством ps 3000 и так и нужно а то что посоветовал мастер это извините меня называется суицид для жесткого диска представьте головка которая работает плохо работает неисправно заходит на жесткий диск что-то старается прочитать может быть прочитать главную загрузочную информацию может быть считать информацию о файлах и тут раз и опять остановили питание раз опять подали питание вы понимаете да то есть мне не нужно углубляться я думаю вы люди разумные поняли что все плохо какой здесь следующий вариант вариант такой тут или в любом случае вскрывать жесткий диск смотреть что с жестким диском что с головками если повреждены только головки менять головки если же повреждены еще и блины потому что вы знаете по моим видео может быть из слайдер надорванных и головка деформированная которая пока еще не подозревая считывает записывать информацию одновременно портит магнитную поверхность блина вот то есть если поврежден блин то к сожалению уже ничего сделать нельзя если повреждена только бмг то в принципе еще можно работать но пока пауза но ребят хочу вам сказать что на этом ремонт не закончился мы поговорили с клиентом он дал добро сказал что платит любые деньги ему главное воспоминание память у него там вся его жизнь мной было заказано несколько головок несколько плат чтоб уже наверняка с подходящими ревизиями поэтому винту я сделал на форуме китайском тему мы долго обсуждали с китайцами какие ревизии подойдут поэтому и было заказано несколько версий головок плюс китайцы настояли на том чтобы я протер блины специальной жидкостью я не знаю как она расшифровываются у неё там китайские иероглифы эта жидкость получается как делает специальный защитный слой помните рекламу блендомет когда половина яйца куриного покрывается этой жидкостью то есть делает тонкий это вся работа у меня тоже заняла очень много времени то есть она делает специальный защитный лаковый слой чтобы головка дальше не проела это все дело в тюбике всего один миллиграмм этой жидкости стоит она безумно дорого собственно это все надо было один миллиграмм растянуть на блин с двух сторон в общем этот процесс естественно не записывал то что я и так сильно нервничал я делаю это первый раз и но жутко волновался и в общем не всегда у меня получается у меня тут очень мало места сейчас сзади меня работают два ноутбука и восстанавливаются три диска переписываются с одного данные на двух остальных восстанавливается собственно сами понимаете тут тут и камеру некуда приставить лишний раз поэтому сам процесс я не показал да если вы меня будете спрашивать насчет этой жидкости по лаку я абсолютно не знаю как она называется и я не знаю где ее заказать мой хороший знакомый китаец мне на мой адрес выслал этот тюбик с этой как не знаю даже эмульсия не эмульсия чтобы я нанес и она ко мне приехала практически в одно время вместе с головами дальше я это все дело натер поменял первую голову сразу все подошло все классно я после этого всего вытянул инфу кусками получилось 95 процентов информации вытянулась после этого всего дела ну и собственно отдал я диск самому владельцу владелец рад весь ремонт обошелся клиенту в шесть тысяч гривен это что вы меня спрашивали сколько вот такая вот операция дорогая с двумя головами с двумя платами со специальным этим лаком в общем 6 штук не знаю дорого это или недорого я на этом заработал тысячу в общем как-то так считаю что заработал я безумно мало естественно будут умники которые скажут что они и за 50 гривен все починят и сделают но пожалуйста удачи открывайте свои сервисные центры и каналы на ютюбе делайте это за 50-100 гривен там 500 рублей 300 рублей и того подобное в общем я на этом с вами прощаюсь в общем это все-таки ремонт оказался инфа была вытянута город ужгород в общем все нормально в общем я с вами прощаюсь собственно хочу еще сказать вам что у меня появилось много нового оборудования для более сложных работ и в общем готов готов с вами сотрудничать готов с вами работать чинить ваши диски за умеренные деньги в общем все в описании и на мой сайте к в описании на прайс-лист в описании в общем переходите смотрите читайте внимательно все читайте чтобы потом не задавать глупых вопросов все описано вообще для всех все сделано для людей я на этом с вами прощаюсь всем пока в этом городе каждый покупает онлайн курьеры доставки снуют повсюду люди не вылезают с сайтов магазинов страшно представить но многие из них даже не слышали про кэшбэк кто-то должен был занять место героя и им стоу я ебн кэшбэк экономить твой бюджет наша суперсила Субтитры сделал DimaTorzok